Вот мы с вами и добрались до последнего завершающего урока в КСС по изучению языка КСС. И у вас может быть такой вопрос. И что? Ну, действительно, когда вроде бы уже выучили языки и кажется, что действительно могу программировать, возникает такой вопрос. И что? То есть, как создать действительно крутой сайт? В этом уроке я уже объясню, на что можно создать, на тех знаниях, которые вы получили. И рассмотрим это на примере моего сайта, на примере сайта Plurimi. Ссылка на мой сайт в описании. Либо сами можете перейти plurimi.com То есть, это информационно-развлекательный портал, на котором выставляются различные новости на различную тематику, в основном интересные факты, научные статьи, гаджеты, будущее и тайные загадки. Итак, смотрите, что здесь такого представлено, что мы не умеем делать. Вот это картинка, да? Картинку мы умеем в HTML создавать. Здесь с помощью КСС просто пишем имидж, да? И делаем свойства по типу высота, ширина, отступы и все такое. Это обычный, вот дальше, вот это вот P, а тут вот это лурими и восклицательный знак. Это обычный текст. Плюс восклицательный знак выделен вот это курсивом. То есть, просто делайте большой размер, белый текст и, в принципе, вот и все. И эта ссылка плюс еще. По-моему, все просто, да? Дальше вот эти, это тут понятно. Просто, а нас и обратная связь ссылки. Ну, то есть, с КСС мы это разобрали. Вот это весь, это тег header. И он выделен вот таким вот легким синим цветом, да? Просто background синий цвет. Плюс он float left и clear boss. То есть, чтобы ничего на него не залетало. Плюс width 100%. Поэтому, когда я... Давай. Ну, в общем, у меня какие-то тут проблемы просто с интернетом. И вообще не работает, не знаю почему. Ну, в принципе, он у меня еще и адаптивный сайт. То есть, если вы зайдете на мой сайт, можете это проверить. Прижимая экран, да? Уменьшая размер экрана, вы можете посмотреть, насколько он адаптивный. То есть, он подстраивается под размер экрана. Так, дальше у нас здесь идет уже другим цветом еще один GIF выделен. Просто другой цвет добавлю, да? Чуть-чуть темнее. Меню. Что здесь происходит? Просто он hover effect. То есть, плавно появляется вот этот вот новая надпись. Это можете посмотреть в интернете насчет этих надписей. Это data title получается. И она появляется с помощью CSS3. И меняется цвет. Цвет фона. Плюс тут, как мы видим, еще BoxShadow. Кстати, про BoxShadow я, по-моему, вам и не рассказывал. Но это то есть тень. BoxShadow. Да. Это просто тень, которая добавляется. И, в принципе, она может быть insert. Insert, insert или outset. Ну, outset это по-умолчанию. Добавляется здесь вот цвет, ширина, расплывчатость и так дальше. Вот. Теперь по поводу дальше идем. Что здесь дальше происходит? Здесь есть поисковик, поиск от Google. То есть, это как бы, тут все понятно. Ну, просто от Google там заходите. API, for search, там, Google. Ну, короче, просто поисковик от Google. Блок, обычный блок, да, в котором находится изображение, в котором находится H1, а, нет, не H1, H3, по-моему, не помню уже точно. Находится P, абзац, еще один имидж, количество просмотров, имидж, опять же, ну, в общем, картинка, и все вроде бы понятно, все легко, да. Просто играемся с KSS. И, в принципе, все остальные потом уже, в принципе, сделаны. KSS и немного текста. Мне кажется, очень просто. Да, вот эта реклама, это Google AdSense. То есть, опять же, погенация, да, вот это вот, то есть, постраничный вывод информации. Тот же KSS тут применен, да. Ну, я не говорю о функциональности сайта, да, потому что здесь есть странички пользователей и тому прочее. Но, если говорить исключительно о KSS, то мы видим, что мы это все изучали. Здесь тоже самое footer, на заднем фоне image. картинки добавлены, ссылки, и, в принципе, все просто. Опять же, имидж, имидж, картинки, боковая панель. То есть, в принципе, вы сами можете подобное создать. И мы уже с вами подобное создали. Смотрите. Возможно, даже вот по фону, тут белый, такой, тут этот, он даже лучше, чем вот здесь это все. Вот здесь, как мы видим, не белый фон, да? Если вот, не приближается, забыл. Не белый фон. То здесь просто background image стоит. Вот эта вот штука, как сделать, к примеру. Просто position relative, минус 5 пикселей топ, минус 5 пикселей left. И все. То есть, действительно, мы уже выучили все, что здесь нам потребуется. Вот. То есть, вот эти вот, ну, это javascript эффекты. Тут я никак не могу вам объяснить. Ну, сам этот блок вы же можете создать, правильно? Можете. Вот. То есть, что в этом заключительном уроке я хочу вам сказать. Вы выучили HTML и CSS. Это очень хорошо. Для построения вот подобного сайта вам потребуется еще минимальное хотя бы знание PHP. Плюс минимальное знание JavaScript. Ну, это, а, ну, и базы данных еще, конечно, он потребуется. Если у вас новостной портал, как у меня, то потребуется база данных, откуда брать статьи. Ну, а база данных, соответственно, заливать эти статьи. Ну, это совсем другая тема, но, в принципе, вы можете построить вот подобную вещь. Спокойно. Здесь обычный HTML и CSS. Вот все, что вы здесь видите сейчас. Плюс, а уже функционал и всякое прочее, это уже вот там вверх подняться, да, это уже, конечно, javascript и PHP. Ну, точнее, подняться вверх, конечно, PHP не используется, но я имею в виду, что вообще тут используется PHP и javascript еще плюс. Вот. То есть, поздравляю вас, вы выучили CSS, вы выучили HTML, и теперь вы можете создавать сайты. Все, что вам осталось делать, это выучить чуть-чуть PHP, чуть-чуть javascript, и спокойно приступайте к созданию любых сайтов, которые вы только захотите. Ну, конечно, не любых, любых там придется еще немножко выучить. Ну, в общем, поздравляю вас. Поэтому, если вам понравились все мои видеоуроки, или хотя бы некоторые из них, если я вам принес какую-то пользу, то ставьте лайки, рассказывайте об этом друзьям, комментируйте, подписывайтесь. Ну, и спасибо всем за внимание, спасибо за то, что были со мной на протяжении этого всего времени. Ну, и до скорых встреч, еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok